Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днём военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остаётся нерушимым стражем рубежа Отечества, его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ. Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных лётчиков морской авиации, личный состав её наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту. С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России. Начиная со времён Петра Первого, наш военно-морской флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях. Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага. Мы помним героическую оборону Порта Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда. Мужество морских пехотинцев, моряков, защищавших Москву, Сталинград, Заполярья, бравших плацдармы на Днепре и Дунае. История развития нашего военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества. Этот год ознаменован для нашего доблестного флота целым рядом памятных событий. Им посвящён сегодняшний парад. 320 лет исполнилось Балтийскому флоту. 290 лет Северному и 240 лет Черноморскому флоту. У каждого из них своя славная история. Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надёжно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему Отечеству. Суровые флотские будни требуют высочайшей ответственности, профессионализма, решительности. Готовые на равных бороться с морской стихией, вы знаете силу сплочённости. Презревшие риск, тяготы службы и долгих разлук понимаете великую ценность семьи и родного дома. Из поколения в поколение передаёте самое священное – верность Родине. Именно патриотизм в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками, гордость за наш неустрашимый военно-морской флот. Более ста лет назад Пётр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти. Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов. В числе заступивших на боевое дежурство ракетный корвет «Меркурий». Он назван в память о бессмертном подвиге команды легендарного «Брига». Почти два века назад он в одиночку одержал победу над двумя линейными кораблями. Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом «Меркурии» поднят и георгиевский военно-морской флаг, как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков. Эти качества в полной мере проявляются и сегодня. Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав военно-морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач. За вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура! Слава военно-морскому флота России! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА